Коммуникация, команда образования, находчивость и смекалка. Для занятия школы «Лидер» во Дворце детского творчества старшеклассники выбрали тему «Рождение команды. Верёвочный курс». Ребята разделились на команды и проходили шесть станций. На каждой из них ведущие ставили перед командой задачу, которую необходимо было выполнить дружно и сообща. Вначале ребята пришли немножко стеснительные, они были незнакомы друг с другом. И наша задача была ребят познакомить, чтобы они обменялись контактами и не в рамках школы «Лидер» поддерживали общение. Мы провели игру «Молекулы», где ребята перемешались и объединились в разные команды. На первых станциях школьники знакомились, узнавали друг друга, устанавливали контакт. С каждым новым испытанием участники всё больше сплачивались и дружно справлялись с заданиями. Совместный поиск решения, тактильный контакт, вовлечённость в ситуацию – всё это помогло ребятам создать настоящую крепкую команду. Коммуникабельность и умение решать задачи в нестандартной ситуации. То есть здесь важно, что ты не один можешь решить этот вопрос, тебе важно работать в команде, чтобы выполнить то или иное упражнение. Ведущими станции стали активные старшеклассники города и педагоги. Задания верёвочного курса позволили ребятам проверить свои навыки и способности, найти новых друзей, проявить лидерские качества и получить новые впечатления. Поначалу было немного сложно, но мы нашли общий язык, договорились, и в принципе все задания проходили с лёгкостью. Больше всего запомнилось рисовать фломастером. К фломастеру было прикреплено несколько ниточек, и взявшись за эти ниточки, нужно было командой из восьми человек двигать его и рисовать. Мы с этим довольно хорошо справились. Формат этого мероприятия мне очень сильно понравился, потому что я нашла новых друзей. На этом курсе развивается коммуникабельность, то есть мы вместе сплочились и смогли найти выходы даже из каких-то непростых ситуаций. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще, потому что нужно развивать коммуникабельность среди подростков. В конце мероприятия участники сделали общие фотографии и обменялись впечатлениями.